Если депутаты реально избираются народом, если они потом формируют в парламенте правительство, назначают премьер-министра и министров, если новая власть в этом случае может существовать какая? Есть судебная власть, она в целом будет избираться народом и правительство, если плохо работает, не выполняет свои обещания, то есть победившая партия на выборах не исполняет, то просто она уходит в отставку, потому что именно народ через своих представителей, через депутатов назначает это правительство. Вы никак не можете уловить механизм, механизм другой, это не Назарбаев назначает премьер-министра и министров и плевал он на народ, это народ назначает парламент, потом парламент избирает министров и премьер-министра. Понимаете в чем разница? То есть вот она гарантия, сам народ является гарантией. При существующей системе власти, да, это происходит, когда президент назначает своих родственников в нарушении прямого законодательства, назначает своих родственников на ключевые должности. В той системе, о которой мы говорим парламентской, у премьер-министра не будет возможности расставлять министров, своих родственников, друзей. Здесь не нужно ориентироваться на клятвы, что честный, нечестный там и все прочее. Все это будет регулировать парламент. Мы должны подписать практически все основные международные конвенции, которые позволят в итоге заявить, что Казахстан будет строиться как демократическое государство. И не только заявить, но реально действовать. И мы будем стремиться войти в Совет Европы, подписать соглашения любые, которые приведут к тому, что мы будем интегрировать международную судебную систему. Из-за этих вопросов, что значит быть независимым судьей, он же будет подчиняться там суде, областному, городскому и так далее. Нет, это не так. Судья действует в рамках полномочий. К нему приходит дело, он распределяется это дело, и он должен принимать решения в соответствии с законом. Не что ему скажет председатель суда, а как в соответствии с законодательством. Это его полномочия. Если он не будет выполнять полномочия, а будет выполнять какие-то кривые поручения председателя городского или областного суда, он фактически должен быть дисквалифицирован как минимум, а в реальности посажен в тюрьму. Когда вы меня спрашиваете, как я буду бороться с коррупцией, я ничего не буду выдумывать. Сама политическая система будет это устранять, потому что пресса будет охотиться за коррупционеров, будет снимать их дома, будет залезать к ним в спальни, будет за ними бегать, охотиться, фотографировать на пляже. Будет снимать их дорогие ожерелья, их самолеты, машины, потом налоговые органы будут все это сравнивать с их доходами. Мы создаем невыносимую обстановку, невыносимую обстановку создаст сам народ, потому что у народу будут такие возможности. Я четко всегда говорю, мы должны ориентироваться на ведущие страны мира. Это европейские страны и США, потому что именно в этих странах главным определяющим фактором развития стран является права человека, фундаментальное право. Я не ориентируюсь на поддержку Запада или Америки, я ориентируюсь на поддержку народа. Путин такой же коррупционер, как Назарбаев, это мы должны четко осознавать. Будем проводить независимую политику от России, и мне абсолютно все равно, что там Россия и будет думать, как она будет мешать. Я считаю, что мы трудности преодолеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин